Теперь несколько слов о коллекторной системе, о разводке труб по мастерской. Вот видно, что входное отверстие у циклона уходит в стену. То есть я специально поставил циклон в отдельное помещение. Здесь занимаюсь в основном сборкой, готовую продукцию, шлифовкой. А все грязные работы происходят в соседнем помещении. Получается циклон стоит за стеной, работает он очень шумно. И чтобы уменьшить тот шум, который он издает, вынес его в соседнюю комнату. Ну вот здесь вот видно это входное отверстие через стену. И дальше уже пошла разводка по мастерской. Вот это основное разветвление от основной трубы. Первая линия идет, которая слева идет к фуганку и к фрезерному станку. Средняя идет отдельно к циркулярной пиле. И правая ветка идет к рейсмусу, шлифовальному станку и ленточной пиле. Вот в системе, в коллекционной системе я использовал трубы диаметром 160 миллиметров. Мощность двигателя не позволяет использовать такой диаметр. Вообще считается, что чем больше диаметр труб в коллекционной системе, тем лучше, тем эффективнее удаляется пыль. Но опять же все зависит от мощности двигателя. Необходимо делать расчеты. Теперь о соединении труб. Конечно в продаже ничего готового у нас нет, поэтому приходилось делать все самостоятельно. Правило соединения труб в системе пылеудаления такое, никаких углов 90 градусов. То есть дополнительные трубы, в основную трубу, должны входить под углом не более 45 градусов. Вот видно наверху идет труба и в нее входит труба, в данном случае от фрезерного станка. У меня в мастерской все соединения труб выполнены под углом 30 градусов. Соединять это было как бы непросто. И сейчас я покажу одну полезную программку, которая позволяет соединять трубы любых диаметров под любыми углами. Углами. Еще одно правило это углы. У нас идет спуск к фрезерному станку и нужно, чтобы радиус скругления трубы был как можно больше. Правило, которое в частности выявил Билл Пейнс, он говорит, что вот этот радиус скругления должен быть не менее двух с половиной диаметров трубы. То есть если у меня 160 диаметра, то радиус должен быть 160 умножить на два с половиной. Это тоже, конечно, в продаже ничего нет. То есть приходилось делать самому. То есть просто бралась вот эта труба вентиляционная диаметром 160, пилилась на отрезки под углом 15 градусов. И затем все это склеилось и обматывалось скотчем. Сразу скажу о своих ошибках. Говорю, что нельзя 90 градусов. Но здесь у меня пришлось сделать угол 90 градусов. Сделать спуск к ленточной пиле. Поскольку ленточная пила, вот она внизу стоит, плохо видно, покупалась позже. И пришлось бы очень много здесь демонтировать для того, чтобы сделать правильный угол. Еще одна ошибка это отвод к фуганку. Тоже все руки не доходят переделать. Приходится переделать. Там используем просто обычный уголок 90 градусов. Но, конечно, мощность двигателя у меня позволяет допускать такие небольшие ошибки. Все равно система работает достаточно эффективно. Станки подсоединяются к коллекторной системе трубами, вот этими гофрированными шлангами. Что здесь можно сказать? Во-первых, вот, если есть возможность, нужно переделать входные патрубки станков. Вот, я использую шланги 160 миллиметров, а, как правило, большинство станков идет с входными отверстиями 100 миллиметров. Лучше переделать. Вот здесь переделано на 160-160, то есть воздух более свободно проходит и отбирает большее количество пыли. Одновременно работать может только один станок, открыто одно отверстие. Поскольку, если открыто два, то скорость, поток высуха также падает катастрофически. Я вот использую здесь такие самодельные задвижки. Задвижки, ну, это еще называется самоочищающимися задвижками. То есть вот это открытое положение, когда станок работает, когда нужно мне перекрыть, я закрываю, и вот эта часть выталкивает те опилки, стружку, которые попали, где попасть в задвижку. Вот здесь лучше видно, как она устроена, это задвижка, то есть это, по сути, дело два куска фанеры с отверстием, внутри которых находит сама задвижка. Здесь отверстие, а другой стороны такая закрытая. Сейчас еще раз покажу более подробно всю разводку. Вот это идет спуск клеточной пиле. Дальше пошло ответвление. Здесь оно на два распадается. Одно идет к шлифовальному станку. Здесь вот наш шланг 160 разветвляется на два по 100. Второй идет к рейсмусу. Дальше здесь вот идет спуск к фрезерному станку. Он также разделяется на две части по 125 миллиметров. Один идет в зону фрезы, а другой распускается вниз. Еще вот одно правило, которое не всегда удается соблюдать, это длина гофрированных шлангов должна быть как можно меньше, поскольку по сравнению с гладкой трубой гофрированный шланг создает примерно в три раза больше сопротивления воздуху. В частности здесь у меня сделано более-менее правильно, то есть опускается труба как можно дальше и метровые отрезки идут непосредственно к станку. Но не на всех станках это сделаешь, поскольку приходится двигать их иногда, а этот станок стоит намертво на одном месте. Следующий отвод идет, собственно, к фуганку. И еще один отвод, вот достаточно длинный, опускается к циркулярке. Здесь также не удалось переделать, здесь идет шланг 160, а затем он переходит в 100, поскольку там штатное отверстие, видно, циркулярка 100 миллиметров, переделать его невозможно. Все эти соединения, возможно, не очень красивые, но деваться некуда, все приходится делать самого. Ну, по крайней мере, вот четыре года уже они свою функцию выполняют исправно. Есть у меня так называемый уголок шлифования, где стоят два шлифованных станка. Вот такой для шлифования контов и вот такой станочек. Сразу хочу сказать, что здесь я не стал ставить циклон, поскольку места нет. Просто использовал вентилятор, улитку тоже от корвета, от корвета 61-го, самый такой слабенький двигатель, там на 750 ватт. И выброс также осуществляется прямо на улицу. Бочность у нее небольшая, но поскольку он расположен очень близко к станкам, то этого вполне достаточно для отбора пыли. Ну, вот этот новый вентилятор, которому нужно будет сделать циклон. Здесь я не стал мучиться вешать его на потолок или на стену, потому что весит двигатель килограмм 50. Заказал вот стойку металлическую такую, ее сварили мне, там сделаю просто полки. Выброс также осуществляется на улицу. Вот осталось либо сделать, либо купить циклон и сделать разводку коллекторной системы. Включение вывел отдельно. Включается он достаточно шумно. Это вентилятор от Corvette 66-го, мощностью 2,2 киловатта. Ну, такой очень-очень хороший вентилятор. Вообще, вот у меня все вентиляторы приобретены вместе со сружкоотсосами. То есть, по сути дела, я все выбрасываю, всю начинку, или использую на какие-то цели, и беру только вентиляторы от этих Corvette, поскольку это получается дешевле, чем покупать отдельные вентиляторы. А качество у них вполне приличное. Ну, по крайней мере, вот некоторые работы уже 5-7 лет, и проблем с ними я не знаю. Продолжение следует...